Генерал-майор, ветеран войны, вакцинировался в университетской клинике Казанского университета. У меня возраст, а с таким возрастом, знаете, еще какие-то миллионы. Делегация посольства государства Израиль посетила Казанский университет. Как я упоминала ранее, 30 лет назад были восстановлены отношения между Израилем и Россией после распада Советского Союза. И я считаю очень важным поделиться этой историей с казанскими студентами. Состоялся заключительный этап традиционного всероссийского творческого конкурса «Кауры и Каля». Я представляла произведение «Толсен Лаурман». Я писала его сама, мне немного помогла мама. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Энджеми Небаева. Казанский университет посетила делегации посольства государства Израиль. Все подробности далее. Делегация прибыла во главе с полномочным министром, заместителем главы дипломатической миссии посольства государства Израиль в Российской Федерации, госпожой Керен Куэнгат. По традиции, встреча началась с презентации Казанского университета. Сегодня я нахожусь здесь и в Казани в целом по двум причинам. Мы собираемся почтить память жертв Холокоста. Мы покажем фильм и откроем выставку об этом. Что касается университета, я прочитаю здесь лекцию. Лекция была посвящена дипломатическим отношениям России и Израиля и была прочитана для студентов Казанского университета. Как я упоминала ранее, 30 лет назад были восстановлены отношения между Израилем и Россией после распада Советского Союза. И я считаю очень важным поделиться этой историей с казанскими студентами. Отметим, что также была прочитана лекция, посвященная нормализации отношений между Израилем и арабскими странами и в Институте международных отношений. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Денис Гриагберов, выпускник лицея имени Лобачевского Казанского университета 2014 года, стал лучшим игроком весенней серии игр «Что, где, когда» и получил титул обладателя «Хрустальной совы». Уже 4400 человек привиты в университетской клинике Казанского университета. Из них 1700 человек старше 60 лет. О том, как генерал-майор, ветеран войны, вакцинировался в униклинике КФУ, расскажем в нашем следующем сюжете. Как, Ахады, лучше? Нормально? Как, Камарик? Руку готовьте, пожалуйста. 1 мая ему исполнится 93 года. А сегодня председатель общественной организации ветеранов-инвалидов войны и военной службы Республики Тарстан Юлашев Ахад Гайнолович принял решение сделать прививку от коронавируса. «Я и принял такое решение – сделать эту прививку, чтобы обезопасить себя с этой дурной болезнью. Во-первых, у меня возраст, а с таким возрастом, знаете, шутить нельзя. Поэтому информация такая была от медиков о том, что в таком возрасте, будем говорить, трудно излечить. Заболеть легко, а вылечить тяжело. Поэтому я и принял такое решение. Тем более, мне помогли врачи, которые рассказали. Они даже не убеждали меня, а просто рассказали, в чем дело. Почему нужно делать прививку, что она дает и как ее можно перенести». «Вы хорошо перенесли, Ахад Гайнолович?» Заместитель главного врача университетской клиники Казанского федерального университета по амбулаторно-поликлинической работе Ляля Мурадзимова отметила, что своим примером Ахад Юлашев активизирует желание пожилых людей прививаться. Многие отговаривают своих возрастных родственников, не понимая, что они тем самым наносят вред. В первую очередь все должны позаботиться о самом дорогом – о здоровье наших близких. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В Елабужском институте Казанского университета прошел заключительный этап традиционного всероссийского творческого конкурса «Каура и Калям». Он нацелен на выявление творчески одаренных детей, носителей татарского языка и студентов. Смотрим. Заключительный тур конкурса был посвящен 135-летию со дня рождения татарского поэта Габдулы Тукая. В этом году в состязании приняли участие школьники из разных городов Республики Татарстан, Башкортостана, Пермского края. На конкурс было принято 106 работ. На заключительный этап конкурса приехали 42 участника из разных районов Республики Татарстан. Сегодня мы приехали с десятиклассником. У него свое стихотворение. Он любит сочинять стихи. Ему в этом помогает его бабушка с 40-летним стажем, учитель татарского языка и литературы. Ныне в пенсии. Надеемся на победу. Школьники и студенты представили свои работы по пяти номинациям. Проза, поэзия, драматургия, публицистика и фольклор. Я представляла произведение Толсен Лаурман. Я писала его сама. Мне немного помогла мама. Появилось у меня вдохновение, потому что я очень люблю природу, особенно леса. После окончания работы жюри по итогам конкурса были объявлены лучшие работы в каждой секции. Состоялось награждение победителей. Энджимини Баева, Универньюз. В инжиниринговом центре Казанского университета в набережных Челнах состоялась 13-я республиканская конференция «Малые Давыдовские чтения». Все подробности далее. Конференция была организована совместно с гимназией имени Давыдова. Исследовательские работы учащихся были проведены по таким направлениям, как общественно-исторические и естественные науки, русская филология, краеведение и родной язык, лингвистика и психология. Конференция республиканская с международным участием. Сегодня у нас прошла встреча с нашими партнерами. Это и Университет талантов, это и Кванториум, с которым мы тоже дружим. Это и, конечно, в первую очередь, Набережный Челненский институт КФУ. И, конечно же, наши партнеры из зарубежья. Наша немецкая партнерская школа ЕЦШУЛЯ ИН ЗАЛЬЦВЭДЛЬ. Помимо экспертной комиссии, в состав которой вошли научно-педагогические работники Набережного Челненского института Казанского университета, было организовано и детское жюри, учащиеся продемонстрировавшие лучшие работы на конференциях прошлых лет. Диана Желенкова, Универньюз. День космонавтики. На совещании у президента Российской Федерации Владимира Путина было объявлено о том, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года. Почему страна пришла к такому решению, смотрите далее. Об отказе от использования МКС заявил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов. По его словам, станция довольно устарела, а техническое состояние оставляет желать лучшего. Напомним, ранее на российском сегменте МКС были найдены трещины, через которые уходил воздух. И можно эту станцию продолжать эксплуатировать, заменяя модули, которые уже приходят в некоторую негодность, потому что там эти условия непростые. Там очень много космического мусора, опять-таки камешки в виде метеоритов ударяют о корпус. Все это нужно, разумеется, каким-то образом ремонтировать, менять и так далее, и то подобное. Но я хочу сказать следующее, что можно продолжать и до 2030 года. То есть договор, он позволяет это сделать. Кроме того, Россия заявила о планах создать собственную орбитальную станцию. Полеты в космос будут осуществляться с помощью транспортно-энергетического комплекса с ядерной энергодвигательной установкой. Комплекс разрабатывается в стране еще с 2010 года. То, что проектируют, это еще не означает, что это все произойдет. Эта станция, вообще-то, международная, она объединяет 14 стран. Важен именно международный проект, что участвует много стран. Они, разумеется, делятся технологиями, новыми какими-то разработками. Все равно это происходит. Содержать такую станцию 14 странам гораздо проще, чем будет такую станцию содержать одна страна. Отметим, что на совещании с президентом были одобрены и планы миссий на Луну и Марс. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Энджи Минебаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова